Добрый день, доброе время суток, дорогие дамы и господа, всем привет, кто с нами на фейсбуке, кто на инстаграме, привет-привет, кто с нами в записи в ютубе, кто на колхозном зуме, если вы в полном шоке и недоумении о том, куда вы попались, что вы здесь делаете, я вам скажу, что вы здесь изучаете книгу Китсур Шухана Рух, и это ежедневный урок по книге Китсур Шухана Рух, который мы бурно с вами изучаем, так что дошли до 94 главы. Напомню, что мы прошли на самом деле больше, чем 94 главы, но с 88 главы, по-моему, да, нет, с 80 даже, по-моему, главы, мы начали с вами изучать законы Шабата. Они очень-очень обширны, от ритуальных моментов до практических разрешений и запретов, и эти законы мы получаем очень долго, их очень много, и они тоже делятся на сегменты, хотя мы возвращаемся периодически, повторяем от одного момента к другому, нет, не повторяем, а возвращаемся к тем же самым сегментам, только совершенно, конечно, в другом аспекте. И такой момент у нас сейчас, потому что 94 глава говорит о законах переноски, точнее, о запретах переноски. Для того, чтобы, несмотря на то, что переноска в общественном пространстве, не будем давать подробности, там есть три вида пространства, которые определяют разрешение или запрет переноски в Шабат, но для того, чтобы переносить в общественном пространстве, в общественном, нужно перестать сделать так, чтобы оно перестало быть общественным пространством или кармелит точно так же. Поэтому придумали такую штуку, как эруф. Эруф в данном случае мы сейчас не обсуждаем о том, что протянуть веревку и оградить пространство. Даже тогда, когда эта веревка протянута и огорожена пространством, это еще не называется эруф. Хотите натягивайте, хотите не дотягивайте. Есть отдельная митсва делать эруф. И эруф это, скорее всего, договоренность. Ну, правильно перевести. Договоренность друг с другом, что если есть пространство, мы начали с самого простого, в котором живут два еврея, и между ними есть двор, и скажут, что этот двор закрыт, там есть арка, то есть в плане ограды там все окей. То для того, чтобы переносить в этом дворе одного еврея друг к другу, этим евреям между собой нужно сделать эруф. Дай бог сегодня, сегодня, сегодня мы успеем, может быть успеем, говорить о том, как на практике делать этот сговор. Что-то сегодня, сразу говорю, это практикуется только профессионалами. То есть, нет, есть, конечно, исключительные моменты, когда вы живете там с соседями и так далее, и эти детали мы обсуждаем именно в этой главе, когда вы сами можете это сделать. Но это не только технический момент. Тут нужно говорить еще и благословение, и договариваться. Сейчас мы обсуждаем варианты пространства, какие есть. Мы говорили о двух дворах, о смежных стенах, о дворах с другой стороны. Говорили на прошлом уроке о одном дворе внутри другого. То есть, если есть большой двор, и внутри в нем есть еще маленький двор. И тогда самое простое, это и жительно внутреннего двора, и внешнего двора договориться между собой и сделать один рух для всех. Но могут быть варианты, если сделали только во внешнем пространстве, тогда во внешнем нельзя выносить, если только во внешнем. Если не затронули внутреннее, то тоже нельзя заносить во внутреннее пространство. А внутреннее сделали по отдельности. Это все обсуждали. Сейчас обсуждается очень интересный момент, который как раз, особенно тех людям, которые живут в районе нашей синагоги, в частных домах, для них он релевантен, потому что как раз описывается такая ситуация. Но, опять же, это в случае, если там и соседи и так далее. Окей, короче, что я тут растекаю с мыслью подрыву? Поехали. 94 глава, 4 параграф. Буду читать и переводить. Дома, которые построены на подъеме, то есть на каких-то сваях, на фундаменте, и перед входом в них есть балкон, то есть то, что называем в Америке порч, или, ну не знаю, как на русском сказать, да, скажем так, балкон со входом, что имеется в виду? Шимимену, юрдим, мадрикотный ток, хацерва, хацерва шутравим, что из этого балкона спускаются во двор, со двора уже на общественное пространство. Представьте себе, если вы живете в районе нашей синагоги, обычный дом на Бетфорд-эвеню, где ваш покорный слога тоже жил, сейчас живет рядышком, там тоже точно так же все построено, таким же образом устроено, то есть вы поднимаетесь на такой балкон из вашего фронт-ярда, двора, и от этого балкона уже заходите в дом. Смотрите, что здесь интересно, говорит Шоханорух. И закон у них точно так же, как внутренний двор и внешний двор, и закон балкона такой же, как у внутреннего двора. Теперь, это релевантно только в том случае, если у вас там кто-то ходит или так далее, если это смежный двор и так далее, с кем-то еще. Если это ваш личный, то на этом балконе, все то время, что он обнесен забором, есть калитка там или что-то такое, или форма прохода, выхода и так далее, на балконе носить не проблема. Во дворе немножко проблематичный, если он не огражден, то там-то уже носить нельзя, можно только на балконе. В том случае, если у вас, допустим, нижняя часть, бейсмен, сдается, и там живет кто-то другой, и в этот двор, который огорожен перед балконом, есть выход с обоих жилплощадей, то тогда нужно делать рух, как мы говорили в предыдущей главе. Дальше, следующий параграф, тоже для тех, которые живут тоже в нашем районе, или не только в нашем районе, которые живут в апартаменте. Пятый параграф. Дом, в котором есть две квартиры, и между ними есть коридор. Проздор – это коридор, или там закоулок, по-разному можно перевести, но в принципе обычно это переводится как коридор, который заходит в обе квартиры. То есть, обычная ситуация многоквартирного дома. Даже если там две квартиры, и коридор между ними, это называется уже многоквартирный дом с точки зрения Аллахи и переноски в шаббат. Главное требование к той ситуации, которую мы обсуждаем, это то, что есть общий коридор между этими двумя квартирами. Вы заходите в коридор, а из коридора вход в каждую из квартир. Если каждая квартира владеет отдельный хозяин, каждая квартира принадлежит каждому по отдельности, у каждой квартиры свой хозяин, то нельзя из квартиры выносить даже в коридор. То есть, коридор в данном случае считается общественным пространством, точнее, это считается кармелит. Не важно, что дом огорожен и есть дом. Это большая ошибка, которую многие делают в многоквартирных домах. Потому что если зашли уже в многоквартирный дом, то все договорили, все в порядке. Опять же, если есть общий РУФ, то и внутри многоквартирного дома тоже не проблема. Идет ситуация, в которой общего РУФа нет. Мы, не знаю, успеем ли мы сегодня или нет, поговорим о том, что значит установить общий РУФ, кроме технического момента ограждения. Но если ваш многоквартирный дом находится в пространстве, которое уже является РУФом, то там, конечно, не проблема. Идет речь о том, что ваш дом, многоквартирный дом, находится в месте, где нет РУФа. И тогда, если нет РУФа, в общий коридор выносить точно так же нельзя. Не говоря уже выносить за пределы дома. То есть, тут РУФа нет. Я просто полностью всю ситуацию описываю, про чего я сейчас переведу, такое длинное предложение. Давайте сначала переведем. Продолжение того же закона, говорится, даже если живут в одной квартире, и она разделена на комнаты, как минимум на две комнаты, и отдельные хозяева квартиросъемщики, или что-то, не важно, хозяева же, румейтс, живут один в внутренней квартире, в комнате, другой во внешней комнате, и только из внешней комнаты есть выход наружу, по двору или на общественное пространство. В любом случае, нельзя переносить между комнатой и комнатой, если не сделали РУФ. РУФ, что такое? Это этот сговор, о котором уже говорится в следующем параграфе, может быть, дай бог сегодня еще успеем. То есть, идет речь о том, что нет РУФа в городе, есть квартира, которую снимают два квартиросъемщика, у него смежные комнаты, одна внутренняя, другая внешняя. Для того, чтобы выйти из квартиры, нужно из внутренней комнаты пройти через внешнюю. Не очень удобно, но что поделаешь. И если нет внешнего РУФа, то и между собой нужно делать РУФ, для того, чтобы можно его переносить из комнаты в комнату. Еще раз подчеркиваю, я думаю, что сначала, не знаю, почему Рафганск так-то построил, но, по идее, тот параграф, который следующий нужно было учить раньше, но, окей, дальше станет все понятно. Идет речь о РУФе, как о протягивании каната. Идет речь о РУФе, именно о сговоре. А если квартира, две квартиры, кондоминиум, принадлежит одному хозяину, или одну комнату снял, сдал кому-то другому, но у тебя, как у хозяина, есть какое-то владение в площади, которую сдали, там уже другие законы, это более сложно, и так далее. Вопрос, нужно ли в принципе... То есть, это только... Да, эта ситуация, это в скобках рассматривается. Смотрите, вообще, говорит там в Шухонорке, в большом Шухонорке, потому что это только та ситуация, когда хозяин дома тоже там живет. Он сдает и тоже там живет, и у него есть, то есть, там какие-то что-то... Там в Шухонорке рассматривается, что если в той комнате, в которой он живет, там лежит что-то очень тяжелое, то, что он не мог вынести, оно там уже осталось. Тогда это называется, что если хозяин яд, есть что-то, что принадлежит одному человеку в той комнате. Там совершенно другие законы, потому что тогда человек, который живет в той комнате, рассматривается как гость, и тогда не нужно делать труд, но опять же, не вдаемся в подробности. Это касается, например, гостиницы. В гостинице, сразу хочу подчеркнуть, за пределой комнаты, своей комнаты, теоретически, в общем коридоре носить нельзя. Внутри комнаты можно. Если когда-то у нас была ситуация, что там целую большую гостиницу, большую компанию снимали, или это вы живете в еврейской гостинице, где мы в Иерусалиме, там не вопрос, потому что есть общий ируф. Но тогда можно, если большая компания снимает много комнат в гостинице, между собой можно договориться сделать ируф. Но окей, это все частные моменты. Когда доживем до этого, тогда и поговорим. Теперь тот параграф, который, по идее, мне кажется, нужно было начинать эту главу, но что делать? Так Рафганцев его построил. Что же значит делать ируф? Еще раз хочу подчеркнуть. Не идет речь о протягивании канатика. Нет, это технический момент. Поехали. Шестой параграф. Каким лучшим образом, минам уфкар добавляет афганцы в скобках, делать правильно ируф? Внимание. Это не натягивание канатика. Это больше похоже на ируф-тавшилин, который мы точно так же будем делать в ближайшее время. Съемка на шаббас. Примерно, почти такой же принцип. Это говорится отдельно благословение. Слушаем внимательно. Один из хозяев домов, который живет в этом дворе, куда выходят все эти дома или в двух дворах, неважно, мы обсуждали различные архитектурные конфигурации, берет один хлеб, целую буханку хлеба, берет халу в канун шаббата, которая и эта хала должна принадлежить, эта буханка хлеба должна принадлежить хозяину этому дому. И с помощью другого человека, как правильно на русском сказать, мизаке, дает право всем живущим в этом дворе на этот труб. Что имеется в виду? Должен сказать другому человеку следующую вещь на понятном ему языке. То есть, если вы скажете на иврите, арамейском, и ваш сосед не понимает, то не понимает, и рук не работает. То есть, давайте попробуем немножко разыграть сценарий. Понимаю, что сегодня не очень практично, но дай бог, как-нибудь окажется в такой ситуации, где это нужно будет делать. Идет речь о... Давайте возьмем какой-то более практический момент. Вы живете в доме, и у вас есть совместный проезд для вашего соседа. Ваш сосед тоже еврей, и вы хотите в шаббат переносить вещи друг к другу. Протянули там веревочку, оградили пространство, этого недостаточно. Вам нужно, или вы, или ваш сосед, не суть важна. Предположим, вы берете буханку хлеба, которую, если я тут расширю немножко, потому что он как-то не говорит, но желательно та буханка хлеба, которую вы, да, будет пользоваться в шаббат. И почему именно буханка хлеба? Потому что без нее невозможно сделать субботнюю трапезу, да, как известно, сегодня трапеза должна быть на халу. Берете эту халу, приглашаете своего соседа, или встречаетесь в проходе, или идете к нему, даете этому соседу халу, и говорите следующую вещь. Возьми этот хлеб, и пусть это будет заслугу, даст право всем евреям пользоваться этим хлебом, которые живут в этом дворе, или в этих дворах, если это несколько дворов вместе. То есть, человек, который устанавливает Ируф, он должен сделать друг, вот эти люди в городе, которые большое устанавливают, они говорят эту мантру, они кому-то дают из участников этот хлеб, и говорят, мы устанавливаем Ируф, этим хлебом мы, которым мы будем пользоваться в шаббат, мы даем право пользоваться этим Ируфом, этим огражденным пространством, всем евреям, которые живут здесь. Так это обычно делается. Тот, кому дают, должен взять эту буханку хлеба, приподнять хотя бы на один тефок, на 10 сантиметров, то есть чуть-чуть приподнять, чтобы понятно, что он получил эту буханку. И потом тот, который делает, устанавливает эту буханку, который дает, берет эту буханку у него и благословляет Барух, Ата, Шем, Локен, Мелак, Лам, Ашер, Кичом, Насвен, Севону, Аль, Митсват, Ируф. Благословен, ты всевышишь, наш Бог, наш Владыка Вселенной, осветивший нас своими заповедями, давший нам заповедь, просто заповедь Ируф. Это не заповедь, за которую нужно гнаться, чтобы ее выполнить, если есть такая возможность. Да, говорится, это благословение как на заповедь истории. И дальше говорится фраза на арамейском, почему она здесь говорится на арамейском, потому что арамейский, это был разговорный язык для большинства евреев древних времен, сегодня, это можно сказать на английском, на русском, на соухиле, тот язык, который понимают большинство людей, находящихся в этом Ируфе. И говорит следующую вещь, при установлении этого Ируфа, мы разрешаем входить и выходить, подниматься из дома во двор, из двора в дом, из дома в дом, всем евреям, которые живут в этом дворе, или, скажем так, в этом огороженном пространстве, которое мы называем Ируф. Векиванши кулам за кубок и карзе, так как вот этим одним, одной буханкой хлеба, все получили право пользоваться Ируфом, кто живет, мы даем всем, мы не говорим, Басе дадим, а Петя не дадим, нет, конечно, может быть противно сказать, Арабиновичам не дадим, но теоретически мы говорим, для всех евреев, потому что мы хотим, чтобы все евреи соблюдали шаббат. И к началу шаббата этот хлеб должен лежать в доме того, кто устанавливает этот рух, теоретически каждый может прийти и взять, но не нужно наглеть. И это рассматривается так, как хлеб, который все решили с ним праздновать, шаббат лежит в доме одного человека, считается, что все живут в этом одном доме, включая все соседние дворы, дома и так далее, которые объединили бы этот рух. Поэтому можно выносить из дома в дом, из дома во двор, из двора в двор, из двора в дом и так далее. То есть этим самым мы объединяем. Для этого, естественно, нужно договариваться. Теперь основная проблема, которую высказывают некоторые противники руха, которые устанавливаются в местах развитого иудаизма, как, например, у нас здесь в Бруклине или в Израиле, это то, что нужно теоретически всем это должно быть нужно, хотя бы большинству. А те люди, которые проводят рух, они рассчитывают, что большинству это нужно, и они просто делают хорошую работу. А идея в том, чтобы все договаривались, но я считаю, что можно разрешать этот рух, и никому не запрещая носить шаббат в том месте, где есть рух, карты уже сто раз посылали, там есть аппликейшн на Google, зайдите flatbush.com или до торг, я не помню точно, там все это есть, дай Бог, что всем это понадобится, и все с радостью соблюдали шаббат. На этом мы сегодня остановимся. Всем спасибо, кто был с нами на инстаграме, если у вас вопросы, пишите комментарии к этому видео, пока-пока. Всем спасибо, кто был с нами на фейсбуке, оставляйте свои вопросы, делитесь, спасибо. Те же пожелания всем, кто на ютубе, всегда буду рад вашим вопросам.